Ну эмоции были в разделке сейчас после матча у ребят. Они радовались, они довольны победой. Они, конечно, тоже довольны ими в первую очередь. И победой, естественно. Что и правило небольшое, я им всегда говорю, надо много работать. И имеется в виду не работа в плане бегать и правильно работать, а потому что наша профессия футбола, это когда только выходим на работу. Делаем хорошую работу, мы должны выйти в хорошую работу, потому что за это футболисты получают зарплату и приходят в театр зрители, то есть болельщики, и должны отрабатывать то, что мы. Поэтому мы проводили хорошую работу, сыграли хороший матч с хорошей командой. Выиграли заслуженно. План на матч сработал практически полностью в плане стратегии, потому что понимая, какое поле, надо было доставлять мяч в зону атаки, обороны соперника, а там уже мяч охранять и комбинировать. Стараться, комбинировать, стараться искать слабые места у соперника, разыгрывать. В принципе, получалось. Моменты были ферментами. Достаточно количество моментов было для того, чтобы забить гол. Практически уже был, когда мяч от штанги становился в вязком поле. Наверное, чуть-чуть, я не знаю, насколько, но очень близко от за линией мог оказаться, но не оказался. Ну и введение борьбы. Здесь, когда должны, ребята, они борьбу вели. И выдержанная трясинность матча, высокая трясинность практически до конца. Здесь, конечно, правильно дали. Руслана Магаль, лучший игрокар, потому что, ну, какой объем сегодня сделал. И, мне кажется, он еще бы столько бы двигался и так далее. Поэтому, ну, с победой поздравляю болельщиков и наша команда, ну, и вас есть, кто переживает. Сергей Музеевич, два вопроса. Один очень короткий, другой чуть подлиннее. В какой раз вы со своими командами по счету обыгрываете «Спартак»? Это первый, короткий, чуть подлиннее. Как именно, вот вы сказали там, на поле внимания обратили, какие слова перед игрой вы говорили ребятам? Как «Спартак» можно обыграть? Вы им объясняли? Ну, да, конечно, первично «Спартак» для всех – это как крясная тряпка, ну, раздражитель. Значит, мы должны быть хищниками, которые тряпку должны разорвать. Что-то условно. Это как бы ментальность, мотивационноставляющая не бояться. А так была остановка не дать сопернику играть, а самим играть в футболу тоже. То есть мы не только должны отбиваться и так далее, мы должны стараться доминировать, атаковать, тряпкинговать высоко и получить от футбола удовольствие. То есть очень важно было братья пощенности футболистов, чтобы они не зажимались и не боялись играть. Есть правильный опрос. Мои команды, в принципе, всегда успешно играли в стоп-клубах. Потому что структуру надо ломать. Если мы играем в такой футбол более ущербный, надеясь на ошибки, то очень сложно. А если мы играем и ломая структуру в команду, то им тяжело становится. У нас сегодня получилось, да, и «Спартаком» я, в принципе, не проиграл ни одного матча. И в «Нальчике», когда в 1-1 мы сыграли с Валерием Георгиевичем Капином, работал тогда главным тренером. Вот, хотя бы в таком же поле, примерно, было и в таком же поле, много борьбы, но ничего сыграли. А так обыграл часто очень, да, получается. Ну, это не потому, что так «Спартак», потому что так сложилось, и другие команды тоже. Ну, а так, как бы план выполнялся, ребята правильно все сделали в плане. Поставили Федора Кудрюшова, чтобы надежно справлялся, в первую очередь, с обратными функциями, а сместили в его зону в атаке Хызыра Паева. А Багали ушел на борт внутрь, в инсайда, в середину. В принципе, ситуация работала, если слишком много было ее, потому что справа там Бабич отдыхал. На что я казал, что надо туда тоже акцент смещать, а так и направо, потому что слишком много слева получилось. Ну, план сработал, и мы очень много напрягали, и полную часть поля, конечно, будет прилично взрыхлили, и так далее. Ну, поэтому, как бы, все выполнили футболисты, и они молодцы. Спасибо большое от всех воронежских болельщиков. Думаю, первая победа за 23 года над Спартаком, это очень здорово. А вопрос, ну, просто спасибо, да. А вопрос такой, Спартак сегодня фактически не создал ни одного голевого момента. Вот ваш коллега перед вами посетовал на поле, сказал, что невозможно играть. А вы, пожалуйста, скажите, за счет чего получилось так, что Спартак ничего практически создать не смог? Ну, мы понимали, какой будет футбол, понимали уровень футболиста Спартака. Что техничный, ребята на быстрых полях, на владении. Поэтому, повторяю снова, я уже выше сказал, что мы тоже хотели владеть инициативой и так же доминировать. И заставить Спартак не находиться в своей штрафной, за эти ошибки, а наоборот заставить бегать за нами. И, конечно, этот уровень рабоспособности для них был неадекватен. То есть мы должны в атаку не течь, чтобы они на задании тоже бегали. Называется, если брать нашу концепцию игры, изматываем соперника. То есть мы начали в первую очередь изматывать давлением, давлением, обратной атакой. То есть мы должны тоже атаковать постоянно. Спарту, конечно, будет сложно, они к этому не привыкли. Поэтому здесь чисто, я считаю, стратегически, тактически мы просто переиграли команду. В поле я тоже тяжелый, я тоже люблю быстрые поля, быстрый футбол. У нас тоже было сложно. С победой вас. Спасибо. Два вопроса. Что случилось с полем? Я не знаю. Будут быть, будет, 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 будет работать над улучшением. Нет, поле еще, я еще не агроном. Погода, к сожалению. Поле до этого, кстати, было нормально. Мы играли матчи с СССР, и нормально поле. Ну, погода же, видите, что-то форс-мажор. Мы вчера не тренировались вообще. Отменили тренировку, потому что не было возможности тренироваться. И мы занимали автодержону в зале. Второй вопрос по ситуации с Калининым. Все ли с ним уладит? Там же все вроде на сайте уже написано. Клуб уже дал отвещение. Ну, именно ваше... Я вообще не знаю, о чем речь. Внутренние рабочие моменты. Журналисты, и это правильно, они хотят увидеть, чтобы такое... Это нормально, это ваша работа, я согласен. С помощью источников именно наслаждения? Да. Ну, там ничего, это самое. Понятно. Мы с юмором воспринимали эту ситуацию у себя в команде. Правильно? Сергей Жукович, добрый вечер с победой. На первый вопрос, который я хотел задать, вы ответили. Мне что-то добавите, потому что после игры Александр Мостовой в своем интервью сказал, что вы об Аскале переиграли как тренер. Что-то можете добавить к этому? И второй момент. С вашим приходом вы поменяли скамейку. Сейчас вы на правую сторону команда ушла. С чем это связано? Это секрет. С чем это связано? Ну, так чуть-чуть. Стратегия давления на кое-кого. И Мостовому что-то можете сказать? А? И Александру Мостовому что-то можете сказать? Что он сказал, что вы переиграли. Сейчас, во-первых, Мостовому это достаточно мягкое выражение. Версный футболист понимает, кто в футболе это раз. А второй, он работает, но сейчас помогает экспертам. Как я, когда был Бесковат, тоже часто не заводили. Тоже это он и получили по Спартаку, экспертам, акциямку. Поэтому хорошо. Раз бы так посчитал, да и так он увидел. Спасибо.